Итак, насморк, научный ренит называется. Это воспаление слизистой оболочки носа. Различают острый, хронический. Значит, в основе, конечно, лежит инфекция, безусловно. В носовой слизистой что может быть? Стриптококк, немококк, палочка Средлендера. При возникании насморка играет роль другие бронхолебочные заболевания, в том числе нарушение лимфодвижения и так далее. Вот вы посмотрите пазухи, вот вы видите гной в пазухе, в гайморах, да, например. Гайморит тут, как говорится, начинается с насморка. Давайте разбирать лучше гайморит. Так вот, на самом деле гайморит – один из видов синусита. То есть синусит более общее название. Что же такое синусит? А синусит – это воспаление слизистой оболочки одной или сразу нескольких околоносовых пазух, которые вы сейчас как раз смотрите. То есть заболевание возникает именно в результате инфицирования после респираторного заболевания в процессе как раз вот одной или этих нескольких пазух, да, где проникли, либо активно размножились инфекции. Если проникает инфекция в лобную полость, это уже фронтит называется. Синусит может быть просто в разных пазухах, и тогда он будет просто подразделяться на, то есть называться гайморит, этмоэдит, фронтит, сфеноэдит и так далее. Теперь давайте смотрим дальше. Мы с вами говорим сейчас о гайморите, ну, как самым известным распространённой этой проблеме. Это что такое? Это воспаление верхней челюстной пазухи, гайморовой пазухи. Гамморит, он представляет собой что? Это, конечно, острое, как правило, ну, или хроническое вяло текущее воспаление. Дело в том, что они, как уже вы поняли, расположены в толще верхней челюстной кости. У пазухи общие стенки с полостью рта, это важно понять, с полостью носа и глазницей. То есть, а глаз рядом конъюнктивит, как раз вследствие чего? Воспаление гайморовой пазухи и проникновение инфекции оттуда. Может быть причина? Может. Когда врачи медсеострыми протыкают, высасывают, вот чуть-чуть ошибиться, и, не дай бог, можно повредить что-то, так сказать, более серьёзное. И тем не менее, как и все остальные околоносовые пазухи, которые вы сейчас видите, гайморовой пазухи изнутри выслан слоем эпителия, слизистой оболочки. Она тоже защитная, безусловно, но когда-то может повредиться. На тонкой прослойке она находится из соединительной ткани, прилегающей куда-нибудь непосредственно к кости. Вот почему так опасны любые манипуляции. А если инфекция в кость может быть? Может, такое быть? Может. А во время острого синусита, ну, особенно гайморита, воспалительный процесс может захватить вот этот слой эпителиальных клеток и лежащую под ним рыхлую ткань, и кровеносные сосуды. При хроническом синусите этот воспалительный процесс может даже распространяться на подслизистую основу и на костной стенке, вот о чём я говорил, пазух. Ещё раз подчеркну, что вот именно гайморит – это воспаление именно верхнечелюстных, предаточной пазухи носа. Гайморо-пазух по-другому называется. В любом возрасте это бывает, у детей очень часто, да и иммунитет у детей ослаблен, как правило, и когда тем более с детства травятся через лимфосистему, которое ещё не идеально работает с формированного ребёнка, то это очень часто, особенно, конечно, в холодное время, когда добавляются другие факторы воздействия на организм. Опасность гайморита в чём может заключаться? Дело в том, что вот эти тонкие стенки, которые формируют там глазницу, контактируют с оболочками мозга, да, риск какой может быть распространение инфекции в полость черепа с развитием менингита – вот опасность колоссальная. Это бывает не так часто, однако бывает, но часто переходит на глазницу инфекции, на клетчатку, оболочку глаза. А вот хронический гайморит играет роль источника инфекции, ведь в этом и суть, правда? А поэтому инфекты могут развиваться и быть годами. А вялотекущие, невылеченные, всегда перейти в активную форму. И тем более приводить к частым рецидивам уже ангины, которая, в свою очередь, будет при её любом лечении, но неправильном, медицинском, медикаментозном, накапливать ещё больше англоя в организме, очаги не будут полностью уничтожены, могут быть уничтожены антибиотиками сильнейшими, но вместе с почками и так далее. И осложнение на почке и на другие органы. Может быть фаренгит, может быть заболевание зубов, например, остеомелит верхней челюсти может быть, как следствие гайморита, да? При остром гайморите может развиваться, например, неврит трочатого нерва, который распорождается как раз сильнейшими приступами боли в области лица. Ну и абсцессами как раз закрытых вот этих полостей, которые просто переполняются гноем. Оттуда такая боль, когда человек вниз голову пускает, поднимает, вследствие вот этой разницы давления, как раз происходит вот такая проблема. Так, ну и утрата обоняния. Есть даже заболевание, которое характерно называется, специфическое, я о нём сейчас говорить не буду. Немного в двух словах симптомы гайморита у детей. Для острого воспаления гормонных пазух какие симптомы характерны? Понятно, слабость, вялость, капризность, нарушение аппетита, сна, повышение температуры, может быть, даже до высоких очень отметок. Головные боли. Кстати, которые вот характернейший признак усиливаются, как я уже упомянул, при наклоне головы. Они могут отдавать в щёку или в висок на стороне поражения как раз. Обильные, понятно, выделения износа. Ну, как правило, конечно, гнойного характера, если это не застойный процесс, когда ничего не выходит. Ну и нарушение носового дыхания, обоняние, безусловно, как следствие. При сильных отёках слизистой выделение износа могут вообще, да, как я уже сказал, отсутствовать. Отёки могут быть на веках, допустим. Ну, бывает у детей обычно двухстороннее поражение, поэтому с двух сторон может быть асимметричный достаточно признак. Но ведь маленький ребёнок в чём проблема? Он не может сказать, что у него болит. Поэтому как раз для этого и надо знать эти признаки родителям, чтобы подозревать гоморрин. Нужно именно, да, или вообще любой синусит. Не рисковать, не заниматься самолечением, если вы не знаете, что именно. А для этого надо знать, что лечить. Ну и, конечно, всё-таки можно вызвать лоры хотя бы для диагностики правильно, да. Причины понятны, я говорил. Хотя это всё связано с таким болезням. Изначально насморк, грипп, кори, скарлатина, инфекционные любые заболевания, попав раз, определённые коки те же, они потом могут размножаться, и уже, если гной есть, прекрасно там жить, себя чувствовать. Это может быть при гниении, кстати, корней четырёх задних верхних зубов. Кто не лечит зубы, тоже может быть причиной инфекции распространения. Это серьёзное дело. Понятно, что через кровь, полость носа, через повреждённые слизистые могут проникнуть инфекции, которые при соприкосновении определённых условий берут верхний орган. Понятно. Какие вообще основные клинические симптомы? Это чувство вот этого давления, напряжения в области поражённой пазухи. А в более тяжёлых случаях сильные боли не только в пределах верхней челюстной пазухи, но и вообще в области лба. Тут уже, так сказать, более серьёзная ситуация. И, конечно, может и скуловая область реже, но висок тоже может быть. И может быть иногда всю половину лица захватывать при одностороннем, конечно, процессе, или всю лицевую поверхность при двустороннем. И, кстати, зубная боль присоединяется вроде без видимых причин. Бывает и такое, отдаёт. При жевании, особенно, кстати, при любых напряжениях, конечно, нарушается носовое дыхание. Появляется слизь. Классический симптом – это головная боль. Потому что накапливается гной в испалённой пазухе носа. И, соответственно, боль при гоморите специфическая, она давящая. У большинства, например, такое бывает даже прозрачное. Не всегда и не в начале. Бывает, что как раз люди и пытаются сделать так. И это хорошо, что если идёт гной, это выделение жёлто-зелёной сопли. Это точно показатель, что гайморит есть в какой-то форме. Вот если жёлто-зелёные сопли, это никакой не насморк. Это уже гайморит. Это отделение идёт из глубинных частей, из пазуха. Это прекрасно, что идёт. Прекрасно. Вам и надо сделать всё, чтобы вышел весь гной. Для этого есть специальные методики, которые я очень подробно разбираю. Там, пожалуй, по-моему, целый час в инфопродукте. Как, в каком случае, при каких обстоятельствах. А бывает, что повышение температуры тела может быть даже 38, когда серьёзные воспалительные процессы идёт. Да. Если острые, тем более. Ну и, конечно, недомогание, усталость постоянная и даже отказ от еды. То есть не желает человек есть. Он всегда не желает, когда критическая ситуация организма. Он же чувствует это. Мы впихиваем, себя надо. Есть силы нужны. Нужно очистить, чтобы силы были. Организм. Вот что нужно сделать. В общем-то, смежные различные проявления, когда, безусловно, какие-то болезни ещё сопровождаются. А это бывает часто. Там это корь и прочее. Бывает ещё такая серозная форма. При смешанных формах заболевания особая сухость глотки может быть, частое отхаркивание, слизистая гнойная мокрота по утрам, например, может быть. Диагностика. Рентген около носовых пазух. Да, на нём всё чётко, можно сказать, какие воспалены, где, как. Белый цвет на снимке характерно показывает, где конкретно. А у здоровых людей интенсивность окраски гаймера и пазуха должна быть такой же, как и у глазницы. Это чтобы вы знали, если сами на рентген посмотрите. Конечно, есть совсем радикальный метод, когда пункция берётся. Но это уже, так сказать, при помощи иглы врач, это ужасная такая процедура и психологическая. Абсолютно можно, конечно, обойтись и без этого, если принять правильный простой метод. Это ведь опасная абсцесса и следствие этих гнойных процессов в гаймерах и пазухах. Этому нельзя допустить, поэтому нужно просто вовремя вылечить правильно и полностью, в полной мере. Да, а то забуду, как обычно. Я настоятельно рекомендую вам подписаться на мой данный канал, кто ещё не подписался. И не забыть нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Очень важные видео. Ну а нажав на колокольчик, вы будете получать уведомления о выходе моих новых видео. И не забудете посмотреть те, которые будут вам интересны. Поделитесь моими видео в соцсетях. Подпишитесь на мои сайты по здоровью и по продуктам. Ну, если, конечно, вы сочтёте это нужным. Я рекомендую. Теперь давайте посмотрим, что у нас там дальше. Это отит, то есть воспаление среднего уха. Как проявляется? Боль в ушах, как у взрослого человека, у детей. Дети маленькие болеют часто. Я сам болел, я говорю, с рождения этим. Как происходит? Слуховая трубка у малышей. Дело в том, что между носоглоткой и среднего уха маленькая и немного она шире, чем у взрослого человека. Поэтому детям в уши инфекция попадает легко. Но опять-таки, это может попасть извне, может попасть и часто именно изнутри. Это гной. Любой ит – это гной грибки. Просто надо запомнить. Ну и, конечно, бактерии могут быть инфекцией. Поэтому через все вот эти перегородки инфекция вполне может попасть. Опять-таки, каждый орган, каждая полость снабжается кровеносными сосудами. Так что ничего удивительно. И лимфатическими, всё ясно. Так вот, конечно, беречь уши свои надо, безусловно. Тут есть правило, вот если есть гигиена, здесь они тоже есть. Начиная от питания до того, что зимой, ну, понятно, шапки в идеале надо одевать. Причиной боли в ухе являются не только простуда, кстати. Ну и нагноение, инфекция, но и аденоиды. Да. Дело в том, что инфекция идёт выше. И как раз помните, куда она движется? К мозгу. И отит уже ближе к мозгу, чем аденоиды расположены. Правда? И вот следует отметить, что как раз вот, когда боль идёт в ушах, очень большим врагом является как раз насморк. Усиливающий, усугубляющий положение. Если не вылечить насморк, серьёзно не вылечить ренит. И потом, если не дай бог гайморит, то не вылечить и отит основательно. Значит, что касается, кстати, вообще аденоидов, при их увеличении нарушается вообще проходимость слуховых труб. Понимаете? На этом фоне возникает инфекция, с которой, собственно, приходится и бороться. Но эти последствия, если неправильно делать, не вовремя, может привести даже к потере слуха, что нечасто и бывает. Поэтому, что вызывает вообще отит? Как уже вторичное следствие и от одного к другому. Насморк, то есть может провоцировать. Безусловно. Если применяются антибиотики, провоцируется отит однозначно. Аллергии вызывают отит? Значит, безусловно. Но пониженный иммунитет, переохлаждение? Ясно. Это всё усугубляющие факты, которые один влияют на другой. И он же влияет на каждый из последующих. Вот ещё какой нюанс. Может быть обманчивая боль в ухе. Дело в том, что иногда идёт такое ощущение, что боль, да? А на самом деле могут быть восстановления оказаться нервные окончания. Такая боль как бы не сильная и длится недолго. При самом отите ухо болит около трёх дней. Сильно и стреляет, а то и дольше. Процесс воспаления может продолжаться даже до двух недель. Поэтому тут вот теперь знаете, а предупреждён вооружён, что нужно делать, тем самым сберечь и предотвратить многие проблемы. Аденидит. Это воспаление глоточных миндалин, то есть аденоиды, как мы называем их. Потому что помните, например, танзелит. Это воспаление нёбных миндалин, а это у нас аденоидовоспаление глоточных. Собственно, на этой схеме показано по большому счёту и то и другое. Вы видите ещё признаки гнойной ангины вместе с тем, что, безусловно, воспалены миндалины. И вот, пожалуйста, вы смотрите на схему. Это вот самые известные всем людям. Я немного расскажу. Аденоиды вообще это разрастание лимфоидной ткани, расположенной где? В своде носоглотки, позади носового прохода. Эта ткань может очень сильно увеличиться в размерах. Вот, как вы видите на фотографии, что может даже закрыть отверстия и встахивая трубы, соединяющие среднее ухо и горло. Ну, а дальше инфекция, вот уже сами поняли, куда может проникать и как. Аденоиды обычно возникают после перенесённых инфекций, ну, или в процессе любых ОРВ, ОРЗ, бронхитов и так далее. Идут, как правило, часто вместе. Дело в том, что аденоиды не только затрудняют, они редко совсем невозможно дыхание через нос делают. Это ужасно. Из-за этого возникает и хронический насморк, застойные процессы, которые дальше уже идут. Развивается хроническое воспаление придачных пазух носа, и плохо вентилируются лёгкие, и организм страдает от недостатка кислорода. То есть всё по цепочке, одно за другим. И ребёнок при этом часто, как он спит, с открытым ртом, просыпается от приступа удушья. Утром, конечно, как следствие, встаёт вялым, апатичным, безразличным к окружающему, так сказать, жизни, миру. Жалуется головной боль. Ну и когда аденоиды большие, вообще-то голос ребёнка теряет звучность. Он становится гнусавым, таким как бы, да, глуховатым. А кроме того, аденоиды могут прикрывать располагающиеся на соглотке устья слуховых, вот этих гистахиных труб, которые тоже говорят. И тогда что? Проходимость нарушается. В результате воспаление может быть даже вот этих слуховых труб, а в последующем и среднего уха, что как раз приводит и отит, и снижение слуха, вот вам взаимосвязи. Ну, у детей это самое частое, потому что лимфатическая система ещё не идеальна, и убить её очень легко. Да и потом она пытается очиститься. Вы поймите, что вот эти все болезни, которые как-то проявляются, это хорошо, что проявляются, потому что это попытка организма, а у ребёнка всё-таки организм пытается. У взрослого он уже понял, я так примитивно говорю, что это бессмысленно, и значит, он откладывает и откладывает до предела. Ребёнок пытается очиститься. Давайте не будем мешать, а только поможем. Ну, и, собственно, вот смотрите, воспалительный процесс в глоточных миндалинах происходит аналогичному воспалению в нёбных миндалинах при танзелите, ангине. То есть процесс-то аналогичный. И вот этот длительно текучий такой хронический аденоидит, как и танзелит, может привести к соответственному возникновению утяжеления как раз заболеваний почек, вот как раз гломеролонефрита, ремотизму может привести к пороку сердца, к заболеванию органов естественного пищеварения. Вот это очень важно знать. Долечивайтесь до конца и правильно лечитесь. Хорошо, а теперь смотрите, к развитию аденедита какие факторы предрасполагают. Во-первых, искусственное скармливание ребёнка, однообразное питание скудное, конечно, наличие арахита при нехватке витамина D, это тоже. Различные диатезы, потому что они показывают о том, что лимфатическая система страдает и печень больная, и есть грибки в организме, естественно. Понятно, что вот эти аллергии, проявление вот этих проблем внутренних, как один фактор из факторов переохлаждения, да, при наличии других, а не просто так. Безусловно, места экологические неблагоприятные жизни с грязным водом, всё понятно, это конечно. Ну и вот острый аденедит развивается у детей, конечно, младшего возраста, поскольку вследствие, я бы сказал даже, активизации микробной вот этой вот флоры, да, носоглотки, под влиянием вот этих факторов и инфекционных заболеваний, и всё вместе. И, естественно, вот те сборы определённых растений, комбинаций, я просто могу вам сейчас через запятую грубо перечислить то, что комбинируя правильно в определённых пропорциях, но не только в чаи, а есть определённые, которые нужно закапывать в нос, делать компрессы, делать там, если отиты, определённые фитильки, но не как борном, достаточно это и опасно, и в принципе не такой эффект, как есть совершенно лучший несоизмеримый метод, как аппликации вокруг при отитах ухо делать. Но сейчас мы говорим, конечно, о аденоидах, поэтому просто перечислю некоторые виды. Например, маке-мачеха, душица, зверобой, крапива, тысячелистник, ромашка, солодка, но это в любом случае солодка, тысячелистник, листья те же берёзы, которые я часто рекомендую в зелёные коктейли, дальше яснотка, чистотело, ромашка, клевер, череда, фиалка, пустырник, тысячелистник, подорожник листья, естественно, это и шиповник, и корневище, гравилата, например, и ряд других трав, комбинации, это всё нужно просто знать, как и что и с чем применять, да, там, цветы калины, и, кстати, сама калина, пижма, ну и прочее, прочее. Теперь давайте мы с вами рассмотрим дальше. Спускаемся как бы с первого отдела носоглотки и идём глубже-глубже, поэтому сейчас что мы разбираем, смотрите, фаренгит, танзелит, а что такое танзелит? Воспаление нёбных миндалей, фаренгит, а это воспаление задней стенки глотки, вот эта краснота, то, что смотрят, а ларенгит – это воспаление вообще не только задней, все стенки горла, то есть более глобальное понятие, как синусит, когда мы говорим про гаймаид, да, так, ясно, трахеид, на нём не надо сосредотачиваться, те методики, которые я говорю, да и вообще-обще, это автоматом лечит заболевание, ну в двух словах, что это заболевание, которое просто проявляется как воспаление слизистой оболочки трахеи, оно находится, как вы помните, между лёгким гортанью, к этому заболеванию, к трахеиду, да, приводит то, что в трахеи идёт покраснение, попадание, если острые вирусы, бактерии на слизистую, естественно, в результате каких-то факторов, которые всего лишь являются вот запуском, например, съел мороженое при минус 20, ну грубо говоря, там ребёнок, а у него, так сказать, и так есть гайморит, у него есть гной в лёгких, у него плохо работает лимфатическая система, и при этом у него проявится сразу, пожалуйста, поэтому оно сопровождает, вот трахеид всегда, как правило, такие заболевания, как ларенгит, ангиина, грипп, бронхит, ОРВ, ОРЗ, да, всегда, поэтому, собственно говоря, отдельно говорить нет смысла, при лечении комплексных всегда это заболевание автоматически будет лечиться, потому что всё равно применяются те средства, которые вполне достаточны, а так понятно, что проявление трахеид это влажный кашель с мокротой, боль в области горла, першение, такое своеобразное, ну и так далее, они не требуют никаких серьёзных особых вмешательств, можно просто сказать, что положительно влияет, что лук, чеснок в виде кашиц, в виде, так сказать, дыханий над эфирами того же чеснока или лука в тарелочку нарезать смел кубиками над полотенцем, над парами определёнными, даже та примитивная картошка в мудире размятая, и то влияет, так сказать, положительно, понятно, здесь нечего сосредотачивать внимание, а вот уже ларингит охватывает все стенки горла, да, он тоже спровождает ангину и ОРВ, и, соответственно, очень часто развивается при удалённых миндалинах, то есть удаляя миндалины, мы лишаемся защиты этой части и всей верхней лимфатической системы. Здоровые миндалины, они берут на себя функцию борьбы с инфекцией, вот, которая поступает в эти области, и поэтому просто ни в коем случае это делать нельзя, удалять, но это просто идиотизм, что же творят врачи, когда можно так легко всё вылечить, зная вообще первопричину и знать, какие методы, ну, конечно, нужно изучить хорошо древнюю народную медицину и применить ещё дополнительные комплексные методики шире, потому что надо понимать, что не только локально, а надо сразу прорабатывать по уху, горлу, носу, потому что всё, как вы поняли, пронизано и связано между собой слизистыми ходами и рядом друг с другом расположено. И гной есть, значит, в организме, который, собственно, является очагом для развития инфекции, который надо убрать. И гной, как субстрат для этих инфекций, убрать инфекции. Всё, теперь дальше. Значит, поэтому тут как всё при бронхите, всё, и полоскание, ингаляция, и питьё, а что, чем, как, это уже, конечно, есть примитивный, вот ромашка, пополоская всё, понимаете, ну, можно, конечно, и потом просто ждать, ну, а ангина, конечно, это уже, да, это серьёзное инфекционное заболевание, заразное, передающееся, понятно, воздушно-капельным путём, ну, и очень серьёзное, вызывающее серьёзные интоксикации, осложнение, когда увеличены вот эти региональные лимфатические узлы, подскульные, вот эти вот, так сказать, челюстные, то есть это, конечно, уже высокие температуры, 38-39-40, озноб слабость, ломота в суставах, мышцах, боль в горле присоединяется, сначала только при глотании, а потом уже сохраняется постоянно, увеличиваются вот лимфатические, конечно, узлы, и даже могут болеть, но если не лечить, то это уже серьёзные абсцессы, гнойное воспаление нижних челюстных лимфатических узлов, может быть просто гнойный лимфоденик, как следствие, ну, и дальше вплоть до очень серьёзных последствий, поэтому давайте так, это допускать не будем, гнойная ангина лечит серьёзно, её просто надо лечить, подробнейшим образом разбираю всё это в инфопродукте. Как же лечить гайморит, ну, и другие воспаление пазух? Есть, конечно, очень мощное средство, сок, приготовленный из корня цикламены и применяемый определённым образом, это очень мощное средство, но не для всех далеко оно подходит. Можно вначале более простыми методами, а потом уже, как говорится, напоследок попробую я нет реакции отрицательных сделать более серьёзной. Это последний шаг, что называется, для полной системной очистки. Так, значит, смотрите. Всё, что связано с прополисом, это прекрасно. Вообще, чистотелый прополис. Давайте я расскажу, во-первых, как делать такую мазь, которой надо будет утром и на ночь смазывать носовые проходы, переносицу, вокруг носа, вот всё смазывать этой мазей. Делается это так. Первый вариант взять, перемоджать свежую траву чистотела, где-то столовую ложку, и взяв примерно стакан кокосового масла, можно грамм 150, можно 200. Это всё, нагрев градусов до 40, хорошенько размешать. Можно на паровой бане. Взять 2 столовых ложки прополиса, измельчённого очень хорошо в парашевку помощью кофемолки либо блендера и размешать всё вместе. И недельку надо настоять. Второй вариант, если у вас, например, трава сухая чистотела, можно градусов до 50 расплавить, ну, что называется, кокосовое масло, не потеряется свойство, даже можно под 60 сделать. Взять 3 столовых ложки травы чистотела. Всё это хорошенько подогреть. В тёплом пусть это стоит в кастрюльку, которую завернут потом одеялами, так сказать, вот, и пусть остывает долго. И, собственно, несколько раз брать, нагревать, нагревать, начнём, чтобы целый день она была горячая, такая, градусов 50. Вот. Потом это дело процедить, чтобы без травы самой было. И то же самое добавить также прополис. И вот неделю потом должно это стоять. Стоять это должно в тепле где-нибудь у батареи, может быть. Ну, то есть, чтобы была температура 30, чтобы кокосовое масло не становилось твёрдым. Потом можно уже даже и ничего не процеживать, потому что, в общем-то, тем более, это применять снаружи, так, что всё в порядке. Потом можно в холодильнике хранить, но, взяв нагрев либо ложкой отковырнув в часть, она сразу в руке становится мягкой, плавится. Ну, и, соответственно, вы можете вот этим мазать и переносицу, и всё, что я говорил. Это делается два раза в день. Далее. Ингаляции с прополисом параллельно делайте обязательно. Как? Значит, вы на паровой бане, кастрюле в кастрюле, две столовых ложки берёте воска, ну, естественно, натурального, жёлтого, вот этого пчелиного воска. Две столовых ложки прополиса, также всё это, соответственно, в блендере разбили до порошка и догрели где-нибудь градусов. Тут можно, конечно, и больше. И 60, и 70. В общем, нагреть надо хорошенько, голову с одеялом завернув, вдыхать пары минут, где-то 15. И так делать пару раз в день. Если три раза, ещё лучше будет. А вот для закапывания в нос, вот посмотрите, мы с вами разобрали мазь вокруг носа, и внутрь носа можно палец, насколько хватает, мизинцы тоже обрабатывать. Мы посмотрели с вами ингаляции. А теперь также прополисом, это вот идеальный вариант для лечения всех гнойных процессов, всех пазух, да? Вообще. Теперь смотрите, капли. Вы берёте 200 грамм, допустим, льняного масла. Это будет хороший вариант. Можно, конечно, и оливкового. Добавляете столовую ложку мяты перечной, измельчённую, 20 грамм прополиса, можно 25, измельчённого мелко. Всё это догреваете до 40 градусов, не более. И это хорошо делать около батареи или котёл, у кого есть. Но, в общем, в тёплом месте надо 10 дней хранить. Это не обязательно делать при высоких температурах. Если, скажем так, градусов 30 будете хранить, то можно 7 дней. Если градусов 20, 25, то можно 10 дней. В тёмном месте, в тёплом месте храните. Процеживайте хорошо через несколько слоев марли, и готово. Это вы можете уже дальше хранить в холодильнике. Значит, закапывайте. Мята, она снимает отёчность. Прополис, понятно, уничтожает микробов. Значит, снимает эту проблему. Но вот действие с трёх сторон, то, что я говорил выше сейчас, это даст самый лучший результат. Закапывают по пипетке в каждую ноздрю три раза в день. Через неделю, что касается капель, я бы рекомендовал тоже на неделю сменить вот на какой. Значит, то есть, первую неделю делайте так. И даже если всё прошло, возьмите ещё вот что сделаете. Вы берёте, например, два зубчика средних чеснока, примерно одну треть средней луковицы. Ну, то есть, грубо говоря, два раза больше лука, чем чеснока. По массе можно так. Это всё давите, заливаете это всё полустаканом масла какого, ну, льняного либо оливкового. Две недели настаиваете, процеживаете всё хорошенько. И закапывать тут уже по две-три капли в каждую ноздрю четыре раза в день. И это желательно, конечно, сделать недели две-три. Но если чередуете с прополисом каплями, что я говорил, то можно, конечно, меньше. Но вообще-то две недели это идеальный вариант этого метода. Вполне можно, конечно, обойтись только чесноком. Когда вы просто делаете капли чесночные, выжимаете чеснок, выжимаете столько же, например, свёклы, капель, смешиваете это всё и добавляете немного масла. Примерно в два раза больше. Можно даже кокосовое, кстати. Можно растительное. И перемешивая, закапываете этим сначала по одной капле три раза в день, смотрите, как у вас реакция, всё ли в порядке. Потом можно уже по две добавлять, смотреть по состоянию, просто по реакции организма. И делать это два-три-четыре лучше раза в день. По две-три капли, можно больше, в каждую ноздрю. Тоже вариант неплохой. Значит, в обязательном порядке очень рекомендую голодать два-три дня. Очищать кивший ячник, всё это взаимосвязано между собой. Всё, что я говорил, в водной части, плюс очищение. Чеснок месяц вот этот есть, да, прекрасно. Гвоздику на всякий случай семь дней по чайной ложке поесть, порошок запивая тёплой водой. Потому что грибки уничтожаются, потому как наша кровь циркулирует во все части организма, во всём организме. Но действие точечное, обязательно, поэтому вот эти методы дышать, мази, капли, значит, плюс чистый кишечник, не поставлять никакой слизи в организм. Белков, животных, разумеется, да, и не нужны никакие тут в эти дни ни фасоли, тяжёлые пищи растительные, которые много белков сродни животным таким высокомолекулярных содержат, а это бобовые, как раз сои, вот это всё, это тоже ни в коем случае нельзя. Субтитры создавал DimaTorzok